Пожалуй, одним из самых знаковых событий этой недели стала выставка научно-технического творчества молодежи. Студенты и школьники со всей области представили свои последние разработки и проекты. На стендах более 200 экспонатов. Некоторые работы уже имеют патенты и пользуются большим спросом не только в нашем регионе, но и во всей России. Вообще, как выяснилось, профессиональному образованию с этого года будет уделяться весьма особое внимание. Но обо всем по порядку. Научно-техническая выставка молодежи. В области ее проводят в десятый раз. И с каждым годом интерес к ней только возрастает. Работы стали более разнообразнее и интереснее. Вот это, к примеру, теплица сама сажает, удобряет, поддерживает необходимую температуру и влажность. Разработка Бузлукского лесхозтехникума. Уникальность в том, что туда требуется очень мало человек, чтобы работать с ним. Все автоматизировано. В этой теплице пока растят сосны. Создается универсальная почва, смесь из нескольких слоев. Зато приживаемость молодых саженцев выше, чем у тех, которые выращены в обычных условиях. Стоимость этой теплицы 500 миллионов рублей. Дорогая, конечно, но окупается очень быстро, за пять лет. Это небольшая схема предприятия, по которым должен перемещаться робокар. Мы запрограммировали робот, нарисовали цеха, линии склада. Сейчас робокар определяет положение пола и сейчас делает передвижение по линии с помощью датчика цвета. Студентам Оренбургского государственного университета хватило знаний и умений, чтобы за неделю собрать вот такого мини-робокара. Программированный конструктор. Он оснащен сразу несколькими датчиками. С помощью них робот ориентируется в пространстве. Такие машины, уверены ребята, значительно могут упростить работу на самых сложных производственных объектах. И не только. В тех местах, где, допустим, человеку будет очень сложно переместить груз, к примеру, очень высокие температуры или какое-либо вредное излучение. Либо просто, когда груз очень тяжелый, и, например, чтобы ускорить вообще время разработки, время производства. Конечно, это всего лишь мини-версия. Но ребята собираются в дальнейшем совершенствовать робокара, добавят датчиков, усложнят программу и задачи. Студенты надеются, что у этого проекта появится инвестор, потому как готовы к более серьезным проектам и сотрудничеству. Была бы инвестиция, способ найдется. А вот другая разработка госуниверситета уже имеет патент. О биоэнергетической установке наслышана во всей России. Она дарует вторую жизнь просроченным продуктам. Это биогазовая установка для переработки органических отходов, которые перерабатывают навоз КРС, пищевые отходы. Все загружается в реактор, измельчается и подается в реактор, где в результате анаэробных условий происходит сбражение, выделяется биогаз, метан, который расходуется на собственные нужды. В результате переработки получаются два продукта – удобрение для земли и топливо для машин. И система действительно работает. Небольшое такое предприятие появилось в поселке Самородово. В ход идет все – и прокисшее молоко, и испорченное мясо. Все преимущества данной установки – это экология, энергетика и биоудобрение. По словам производителей, удобрение, которое здесь получается, универсально. Овощи на грядках будут расти, как на дрожжах, потому как все натуральное и без химии. Природа человеку дала все. Нужно просто этим правильно воспользоваться, для того, чтобы извлечь максимальную пользу без какого-либо ущерба для этой природы. Но главное, конечно, это биотопливо. Водители признаются – газ этот – отличная замена газу природному. Пока производство только набирает обороты, с оренбургским опытом знакомятся специалисты и ученые из других регионов. По сути, выставка научно-технического творчества молодежи – стартовая площадка для развития и возможность найти поддержку у правительства. Вы знаете, мне, хоть и человеку взрослому, тоже было интересно, потому что отдельные экземпляры, представленные сегодня на выставке, вызывают искреннее уважение к создателям, потому что это титанический труд, это серьезные познания в различных отраслях, ну, скажем так, науки по многим предметам. И, собственно говоря, выставка сегодня и выполняет эту задачу. Она служит дополнительным стимулом повышения качества обучения в системе начального и среднего профессионального образования. Ну и традиционно у нас принимают участие высшие учебные заведения. Это тоже правильно, потому что мы рассматриваем вот эту систему начального, среднего и высшего, как непрерывную цепочку получения образования наших, так сказать, учащихся студентов. Вы знаете, мы, наверное, уникальный регион, я это скажу без стеснения, потому что, ну, во-первых, губернатор очень внимательно отслеживает, и мы регулярно награждаем различными премиями, грамотами, путевками победителей, участников вот этой выставки. Плюс существуют премии поддержки президента, и мы, по сути дела, если сравнивать, ну, с тем же 2008 годом, четыре раза большее количество участников получает подобные премии. Ну, думаю, что соответствующие уровню развития научно-технического творчества имеется поддержка со всех уровней – муниципального, а с образовательных учреждений и с уровнями Министерства образования и правительства. По итогам выставки лучшие 80 проектов были награждены премиями. Стоит отметить, что нынешний год для профессионального образования особенный. Кардинальные изменения училищ и техникумов ожидают с 1 сентября. Именно тогда вступит в силу новый федеральный закон. Теперь все внимание среднепрофессиональному образованию, а начальную – упразднят. Последние годы показали, что учиться в учебные учреждения с таким статусом идут все меньше. Нынешним работодателям теперь нужны не простые рабочие, а квалифицированные специалисты, умеющие ладить современной техникой. Уже решено. С 1 сентября 5 лучших учебных учреждений области, а это ПТУ, Шерлыки, Акбулаки, Ташли, Ясным и Одноорское училище, перейдут в статус среднего профессионального. 15 станут филиалами среднего звена, 13 учреждений объединят с другими. Так, 16 и 29 училища станут автотранспортным техникумом, 37 училища объединят с гуманитарным технологическим. Мы осознанно перешли на изменение статуса этих учебных заведений, потому что в каждом из образовательных учреждений и организации по новому закону есть на что посмотреть, у них хорошие показатели, очень солидная материальная база, и я думаю, что они не уронят, так сказать, честь и достоинство среднего профессионального образования. Реорганизацию начального профессионального образования в Оренбурже начали еще год назад, до появления закона, и ряд училищ уже перевели в систему среднепрофессионального образования. Так, ныне 18 училище стало колледжем сервиса, и, как уверяют его сотрудники, смена статуса для учебного учреждения только на пользу. Сказать, что от этого стало нам и студентам хуже, ни в коем случае нельзя. Безусловно, меняется рынок труда, меняется образовательное пространство, меняются тенденции в образовании и в подходах к нему, поэтому то, что мы пережили, прошли, мы считаем только положительным этот опыт. У студентов, у выпускников школы есть варианты, и что может быть лучше этих вариантов и возможностей выбора. Ты имеешь право выбрать, остаться ли тебе на уровне начального профессионального образования, получить только рабочую профессию, или ты хочешь быть на ступеньку выше и получить уже более высокую технологическую подготовку, стать специалистом среднего звена. Но, как правило, ребята, настроенные на обучение, понимающие, что жизненный успех их зависит сейчас и от образования в первую очередь, они думают о том, как выстроить эту поступательную свою жизненную ситуацию. Поэтому они, придя на первую ступень сразу после девятого класса, развиваются и стремятся обучаться. Выпускники колледжа сервиса сегодня пользуются у работодателей большим спросом. Колледж сотрудничает со многими предприятиями. У ребят всегда есть возможность пройти практику и научиться работать на самом современном оборудовании. А это значит, что, выходя из стен учебного учреждения, они при устройстве на работу могут с легкостью ориентироваться на любом производстве. Желание быть всегда востребованным и, главное, любовь к профессии помогли студенту колледжа сервиса Дмитрию Демидову попасть на стажировку в Италию. Вместе со взрослыми поварами из России в Риме он познал настоящее искусство кулинарии. Талант молодого повара отметил один из знаменитых рестораторов Оренбуржа. Именно на его средства Дима и поехал учиться в Италию. В своем будущем студент уверен. И с местом работы уже все определено. У каждого человека у него свое стремление к различным сферам жизни. Но мне вот потянуло на повара то, что там можно повидать весь мир, узнать много нового. Колледж сервиса сегодня занимает призовые места не только на региональных, но и на всероссийских конкурсах. Так, одно из лидирующих мест в Москве заняли студенты по специальности туризм. Пять наград из Уфы привезли парикмахеры. Такой ориентир на взаимодействие с социальными партнерами, на видение вот такого будущего, оно нас настраивает на оптимистичный лад. И мы надеемся, что все те изменения, которые происходят в системе профессионального образования области, они пойдут только на пользу выпускникам школ и нашему региону, нашей области. Конечно, реформа коснулась некоторых сотрудников. Под сокращение попали 229 человек. В основном это руководящее звено. Вопрос с трудоустройством 56 человек уже решен. Но, как обещает Министерство образования области, с работы помогут всем без исключения. Губернатором Оренбургской области Юрий Александровичем Берговым перед всеми нами поставлена задача не оставить без внимания ни одного человека. И эта задача будет соответственным образом выполнена. Возможности у нас для этого имеются. Мы готовы предоставить имеющим достаточно серьезную квалификацию кадрам, работу, ну, скажем так, в несколько иных направлений. Новый уровень знаний будет требовать не только со студентов, но и с педагогов среднего профессионального образования. Повышать свою квалификацию они будут раз в три года. И не только на базе высшего профессионального учебного учреждения, но еще на заводах и предприятиях. Мы оказываем образовательную услугу, а эта услуга должна быть высокого качества. Высокие результаты, надеются, в министерстве покажут в этом году и школьники. Сейчас идет активная подготовка к ЕГЭ. До итоговых экзаменов осталось не так уж и много времени. А вот первоклассники уже не дождутся каникул. Сегодня во многих школах проводят специальные уроки безопасности. Правда, вместо педагогов о поведении рассказывают работники следственного управления. Они подробно и понятно изложили детям, как нужно вести себя при встрече с незнакомыми людьми и как не попасть в беду, даже если один дома. Могут детки, если они невнимательны, стоять возле окна открытого и тоже упасть в окно. Это тоже такое происходит. Поэтому вам нужно быть внимательными, когда вы остаетесь одни в комнате, играете. Если мама вышла, может быть, забыла закрыть окно, чтобы такого не произошло, напомнить маме, чтобы она закрыла окно. Для детей следственный комитет разработал специальные памятки. Их направят во многие школы Оренбуржья. Как правило, дети на данном этапе своей жизни достаточно восприимчивы. Поэтому, если им сейчас внушить такое, то будут вести себя надлежащим образом. Для того, чтобы дети были достаточно открыты перед родителями, сообщали о всех фактах, соответственно, родителям нужно стараться войти в доверие детям, воспитывать их надлежащим образом. И постоянно, когда дети на долгое время остаются наедине, выяснять у них, как провел день, кто подходил, кто чем интересовался. В случае, если ребенок маленький, то необходимо поручать бабушкам или дедушкам забирать со школы, провожать в школу, чтобы исключить воздействие посторонних граждан на них. Одними из первых с полезными советами исследователей ознакомились ученики младших классов 34-й школы. Интересно было, что как раз рассказывали там о технике безопасности, что нельзя никому дверь открывать. Я порекомендую ребятам, например, если тебя схватили за руку, надо привлекать внимание какими-то или иными способами. Если ты не будешь знать, тогда тебя могут уже забрать куда-нибудь себе. Полезную информацию для себя могут подчеркнуть и родители. Электронную версию буклета можно скачать на сайте Следственного комитета. И на этом у меня все. Смотрите следующую программу 23 мая с Еленой Кузнецовой. До свидания.